Добрый день, дорогие участники фестиваля Golden Times. Я Марина Унилл-Спенсер, член вашего жюри. Хочу поприветствовать вас из Италии и также немножко поговорить про результаты. Я хочу отметить самых запоминающихся участников фестиваля, которые, по моему мнению, получили высший балл. Все участники великолепно показались. Мне очень понравилось ваше творчество, но кто-то запомнится больше. Вот этих людей я хочу отметить особенно. В танцевальной категории классический танец Валерия Романенко. Я поставила 9 баллов, пуанты. Выступала девочка, кошечку танцевала. Замечание, пяточки вперед, голень выворачиваем. Особенно больше на эшапе, когда идет эшапе, фуете закрыли, эшапе, поворот закрыли. Вот пятки, голень, надголень работают. Тогда бы поставила вообще 10. Так девочка готовая, ножки прекрасные, хорошо выглядит, хорошо двигается, мягкая, умничка, музыкальная. Удачи и дальнейших успехов. Дальше. Пошли следующие. Акробатик-данс. Эвелина Бершацкая. Прекрасная работа. Немножко стопы дотягивать, подколенную мышцу дотягивать. Очень много. Такая девочка-атлет. Прям много работы. Видно, что девочка прям умничка, трудяга. Дальше. Следующая. Хореография, хореография, хореография. Фольклор, номинация Народный художественный коллектив. Неплохо. Поставила 8 баллов. Почему? Потому что не согласна с решением костюмов. Понимаете, если вы идете как фольклор, чистый фольклор, то гольфы в полоску. Они, ну как бы, это современная достаточно такая деталь. Они не очень хорошо смотрятся. Вот. Тогда, если вы идете как кич, как такой, знаете, как модерн, фольклор, но более модерн, тогда да, тогда и хореографию ставьте кичевую, а не фольклорную, чисто фольклорную. То есть это должна быть стилистика или этническая, хореографическая, да, фольклорная, или уже тогда с вариантами. Тогда и костюмы можно себе позволить такие. Но это уже вопрос к руководителям коллектива, а не к деткам. Детки хорошо показались, молодцы. Дальше. Пошла живопись у нас. Из тех, кто мне понравился. Анастасия Абраменкова. 10 баллов я поставила. Так, дальше. Вторая у нее работа 9 баллов. Дальше. Анастасия Филиппова. 9 баллов. Анастасия Костишин. Костишин. 9 баллов есть одна из работ. Неплохие у нее портретные работы. Там, где двое. Мама, дочка, папа, папа, дочка. Шикарная работа. Еще одна девятка у нее же. Дальше. В той же номинации пейнтинг. Арт. Асоль Колош. 9 баллов. Дмитрий Михайлов. 9 баллов. Очень много мужчин было, кто очень выделился именно вот в живописи. Джулия Богоманс. 9 баллов есть. Елена Феодор. Так. Так. Давайте-ка так. Вот сейчас отсюда посмотрю. Очень понравилась работа Антона номер 45. Ага. Я поставила 10 даже гран-при. То есть эта работа была... Очень мне понравилась эта работа. Я так понимаю, что это автопортрет или портрет мужчины, который... Потому что названия не было. Современный очень. Задумка потрясающая. Работа выполнена потрясающим. Мне понравилась. Я дала гран-при. Дальше. У него же была работа море. Здесь немножко хуже. Нет, не у него. Извиняюсь. У него же была работа рысь. 9 баллов тоже. Дальше. Работа кошка. Тоже гран-при. Но не его. Тоже мужчина Дмитрий. Дмитрий не вижу. Дмитрий Михайлов, по-моему. Вот. Нет-нет. Антон Болдин. Антон Болдин. Это вот первый гран-при. Второй Черкасов Дмитрий гран-при. Вот посмотрю в списке. Черкасов Дмитрий. У него была работа кошка. Обалденная работа Черкасов Дмитрий. Прям вот, ну, как фотография. Живая кошка. Столько характера. И глазки. Все. Вторая работа у него море. Тоже очень понравилось. 9 баллов. Почему 9, а не 10? Вторая работа. Чуть-чуть похуже, чем первая. И немножко... Очень интересная техника. Море вообще сложно рисовать. Насколько я понимаю. Маринисты. Это отдельная тема. Здесь волны выписаны, мультяшная техника. Техника абсолютно необычная. Обалденная техника. Я бы хотела даже вот, ну, поучиться, как сделать так. Как так нарисовать. Это очень интересно. А... Ну, тогда надо во всем стиле эту картину делать. Мультяшная, понимаете? А вот у вас сделаны чайки. Они сделаны, как вот у Айвазовского. Представляете? Вот, ну, конечно, я так сравниваю. Может быть, некорректно. Но мне настолько понравилось, что я вас вот приписываю, поднимаю к Айвазовскому. Представляете? То есть ваши чайки, они очень реальные. То есть и вот эта мультяшность с реалистикой, они вместе не совмещаются. То есть надо или всю картину реалистичную делать, или делать всю картину такой кичево-мультяжной, понимаете? Ну, мне так кажется. То есть немножко несостыковка идет. Но оба стиля очень интересные. И картина мне очень-очень понравилась и запала вот в душу, скажем так. Вот, ну, это вот из работ. Еще очень понравилась девушка, работа девушка. 9 баллов я поставила со спины. Вот, но это не ваша была работа. И две девочки вместе, из последних работ. Сейчас скажу, кто это нарисовал. У меня тут список есть. Так, две девочки. Джулия Богомаз. Да, вот понравилась тоже работа. Ну, вообще, конечно, молодцы. Все художники очень-очень постарались. Хорошая работа. Но я отметила тех, кто вот мне как бы запал в душу и понравился необычностью каких-то своих изысканий, стилей, скажем так. Желаю вам удачи всем участникам в новом году. Желаю успехов не болеть. Желаю, чтобы поскорее весь этот маскарад закончился, все эти болезни закончились. Вот, чтобы мы наконец-то начали жить, выставляться вживую, танцевать вживую, путешествовать, видеть друг друга.